Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Гурарье. Подписывайтесь на наши каналы в Ютубе, подключайтесь к нашему Телеграмму, комментируйте, ставьте лайки, задавайте вопросы, мы постараемся ответить на них в наших программах. Ну, кто сочтет возможным помочь каналу, там есть две кнопочки «Супер, спасибо» и «Стать спонсором». Ну, а я сейчас представлю наших гостей, с которыми мы будем обсуждать так называемый скандал, точнее, скандал не так называемый, скандал, в общем-то, настоящий, который уже окрестили «Невзлингейт». Я представляю наших гостей, начнем, конечно же, с представительницы прекрасного пола, журналистка, военный корреспондент Шахида Якуб Тулиганова. Здравствуйте, Шахида, рада вас видеть в нашем эфире. Михаил Гуревич, журналист, автор телеграм-канала Коля Хадашот. Миш, привет, добрый вечер. Привет. Давид Эдельман, историк-политехнолог, он даже в галстуке сегодня, просто я не имею, Давид. Ну и к нам, возможно, подключится еще политолог из Москвы. Надеюсь, что подключится. Итак, господа, «Невзлингейт», что происходит, на ваш взгляд, вот это расследование, которое выпустил фонд Навального, как можно его назвать. Фонд борьбы с коррупцией. Фонд борьбы с коррупцией, но, в принципе, это, так сказать, соратники Навального, это люди, которые с ним работали, люди, которые, так сказать, его поддерживали. И вот они сейчас выпустили расследование, они настаивают, что это расследование, согласно которому ныне израильский предприниматель, а в прошлом российский олигарх «Невзлинг», заказал, заказал, ну не убийство, но избиение. Избиение вплоть до, скажем так, до членовредительства и до доведения, до инвалидности одного из видных сотрудников ФБК. И что вы об этом думаете? Давайте начнем, наверное, все-таки с вас, Шахида. Вы человек, который занимается много и, так сказать, давно занимаетесь расследованиями журналистскими. Ваше мнение, это похоже на журналистское расследование или все-таки это больше смахивает на такой пиар, ограничащий, ну, может быть, с каким-то сливом? Я внимательно посмотрела расследование ФБК и последующее расследование «Инсайдера». При всем уважении к тем людям, которые это делали, назвать это качественным журналистским расследованием нельзя, по причине того, что источник, в принципе, один, ну, ключевой источник, и даже если бы там он давал очень много аудиозаписей или что такое, то есть точник один, это тоже сомнительный. Это первое. Второе, то, что меня поразило, это если, например, на Западе мы будем делать такое же расследование, если ты видишь, что есть следы, признаки того, что это было заказное убийство, явное правонарушение, ты идешь в правоохранительные органы, естественно, заявлять об этом. И только после того, как будет полицейское расследование, и вполне возможно, последующий суд, и когда суд решит, что преступление имело место быть, то тогда ты человека можешь называть преступником, в процессе уголовного расследования подозреваемым и так далее. Меня на самом деле шокировало то, что и «Инсайдер», и, простите, ФБК уже называют «Невзлины». И поймите, я не знаю лично ни «Невзлины», ни Ходорковского, ни никого из этих персонажей, ни тем более никого лично из ФБК, я просто была в шоке от того, что просто так в прессу идут вот эти названия «преступник», указывается его преступление. Есть такое расследование, никогда не было бы опубликовано в западной прессе, я вам честно говорю. В Израиле тоже, потому что уже, я так понимаю, что они уже сейчас нарываются на судебные иски, которые... Это называется лайбл, это клевета, и по многим статьям абсолютно, то есть я вообще... Люди, которые жили на Западе столько лет, но в том числе и Мария Певчих, не знать базовых правил журналистики, ну и реально нарываешься на судебный процесс со стороны того же Ходорковского и того же «Невзлины». На иврите называется лошонра, то есть злой язык, но суть тоже... Да, злоязычие по-русски в русском уголовном праве, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что они опубликовали вещь, которая им кажется достаточно достоверной, и они сами, объясняя, почему они ее опубликовали, и они опубликовали, что сказали, как сказал Мария Певчих, если мы это не опубликуем, то он нас всех убьет. Мы типа это делаем из-за самозащиты. Вопрос этот, насколько это можно воспринимать как самозащиту, и считаете ли вы, что в ближайшее время «Невзлин» подаст в суд на ФБК в британском суде, где он может подать и на «Волково» в израильском суде, и «Волково» в израильских гражданах? Он может подать везде, мне кажется, потому что это вышло на Ютубе, а так как это неограниченный доступ, в принципе, он может засудить везде. И мне кажется, что если он хочет подать в суд, то лучше, конечно, это делать в Британии, потому что в Британии, у британских судов уже есть очень большая практика заслуживания журналистов и издания. Во-первых, это красиво, да, то есть подать в британский суд. Нет, дело в том, что Шахида абсолютно права. Когда Агеля Шарона после Сабры и Шатили обвиняла почти вся англоязычная пресса, то он не захотел подавать в американские суды, потому что его адвокаты сказали «не надо». Я вот говорил с адвокатом Шарона, он сказал «мы выбрали британский суд именно из-за особенностей британского права, где оклеветанный имеет больше прав в суде, а в американском суде больше прав имеет средства массовой информации или просто выскаживаются». Поэтому британский суд тут действительно гораздо более расположен к подающему кисцу, чем американский или израильский. Михаил Гуревич, Миша, что ты думаешь по этому поводу? Не получится у нас тут качественной дискуссии, потому что нет у нас как-то значимых разногласий в позиции. Наверное, к сожалению, для программы, однако я бы отметил, что это, безусловно, очень грустный день для оппозиции, если можно назвать оппозиции, потому что если где и радуются происходящему, то, ну, скажем так, в редакции «Арти», которая первая публиковала это расследование, и, возможно, в хозяевах редакции «Арти». Видимо, и, кстати, я подозреваю, что в «Арти» эта публикация появилась после того, как заказчики этой истории посчитали, что ФБК не повелись на провокацию, и, видимо, не опубликуют, и они решили тогда уж, ладно, уж сами опубликуем. Но оказалось, что ФБК повелись и опубликовали, и, к сожалению, мы переживаем скандал, при котором, собственно говоря, две силы, которые сегодня вхожи во все европейские комиссии, в Конгресс США и так далее, по сути, убивают друг друга, по сути, нивелируют значимость и доверие друг к другу. Потому что это, с одной стороны, был ФБК, с другой стороны, это было объединение Невзлина, Каспарова, Ходорковского и так далее. Это очень грустный день, и мне очень прискорбно, что ФБК послужила вот этим операцией «Трест», повелась на эту операцию «Трест», кто не видел, может посмотреть, очень напоминает. И когда мне рассказывают про то, что ФСБ, да нет, ФСБ это только вот эти шпили-вили, это Микки Ник. Ну, ребят, давайте недооценивать ФСБ, все-таки давайте не забывать, что с одной стороны, это заноза, вот в виде ФБК, а с другой стороны, это 60 миллиардов долларов, которые российское государство проиграло бывшим акционерам ЮКОСа. Тут есть деньги, за которые можно бороться и за которые там можно мстить и пытаться как-то сделать так, чтобы не допустить решение этих вопросов в ту или иную сторону. Поэтому вообще недооценка противника, она всегда приводит к очень плачевным результатам, а я, к сожалению, слушая расследования «Инсайдерс» и других фактчекеров, слышу постоянную недооценку. Не надо недооценку. Я хочу уточнить, ты имеешь в виду, что если предположить, что это операция ФСБ, то они, одна из целей была, не допустить как бы, то есть вроде они же уже проиграли судебный процесс, то есть после драки кулаками или это чистая месть? Это не только месть, это, условно говоря, ну, нивелирование значимости разных персон. То есть вот этот срач, извините, да, уж будем называть вещи своими именами, они, безусловно, это он будет переводиться на английский язык, он будет доходить до конгрессменов, до членов Еврокомиссии, до членов там каких-то других инстанций, а дальше, знаете, мальчик, девочка, в общем, какая разница, не выиграл, а проиграл, не в лотерее, а в казино. Пойди докажи и отмойся, кто ты такой. Это очень прискорбная история и очень опасная. Можно вопрос? Если ты говоришь провокация, трест и так далее, то ты считаешь, что все эти материалы опубликованы, они фейк, они недостоверны, это лажа. Слушайте, вот обычно, что значит фейк или лажа? Нет, я не считаю, что там все 100% фейк или лажа. Как раз обычно подобные провокации, они состоят из того, что какая-то часть там настоящая, а какая-то часть там поддельная. Ровно вот для такого замеса и создаются подобного рода истории. И, безусловно, я уверен, что в ФСБ есть специальные сотрудники, которые не первый год отслеживают как Невзлина, так и Ходорковского, так и ФБК. Да, безусловно, есть люди, которые знают и как те пишут, и где те бывают, и отчитываются об этом, и папочки по любому поводу, безусловно, представляются в необходимой инстанции. Так что давайте недооценивать. Это вообще, вот я слышу вечную такую недооценку противника, что является, мне кажется, ущербом, который обе стороны наносят, в общем-то, сами себе. Касательно расследования. В бытность еще российским журналистам у нас всегда была проблема в отношениях с ФБК. Мы никак не понимали, это журналисты, которые делают расследование, или политики. Потому что если политики, то это политическое заявление, на него надо ссылаться. Если это журналисты, то с одной стороны это конкуренты, а с другой стороны это другие стандарты журналистики, да, там источники и так далее и тому подобное. А судя по расследованию, это, конечно, политическое высказывание. Потому что главный вывод, который мы услышали по итогам этого расследования, не работайте с Ходорковским. Вы знаете, у меня в детстве так было, что по одной причине учительница с 1 по 3 класс не могла на меня ругаться. Ну, потому что мы жили там на далеком севере, папа был начальником одной организации, которая как бы в школу там стулья завозила, условно говоря. Вот, и она говорила моему соседу по партии, ты дебил, а потом говорила, а вы два сапога пара. Вот, собственно говоря, обвинения в сторону Ходорковского звучат ровно таким же образом. Потому что нету никаких данных по поводу того, а что же имеет, какое отношение к этому имеет Ходорковский. Но вывод главный, который вы слышите в конце, мы призываем все организации прекратить сотрудничество с Ходорковским. Потому что это политическое высказывание. Как политическое высказывание, ну, знаете, оно очень странно с условием того, как уже было сказано, с теми нарушениями правосудия, которые были допущены. Знаете, я уже в разговоре с моими друзьями пошутил, что можно вывести ФБК из России, но нельзя вывести Россию из ФБК. То есть в том смысле, что в России нету правосудия, и поэтому ФБК взяла себе за, ну, естественно, логичные ситуации, что надо быть максимально публичным и орать первым, потому что дальше черт знает, что случится. Но они не находятся сейчас в России. И в этом отношении их подход, он, ну, нарушает всякую логику. Потому что, да, например, ну, как мне объяснил один из юристов, не сможет сейчас Невзе, например, подать в Литовский суд, потому что там идет расследование по избиению Волкова. Оно не закончено. И Литовский суд захочет сначала окончить расследование, а потом рассматривать все остальное. Но как раз из-за того, что не закончено расследование, вот только по этому факту, он может подать и в Британский суд, как вы правильно сказали, и в Израильский суд, потому что до вынесения какого-либо приговора по тому делу уже, как бы, человека назвали виновным и уже, как бы, призывают к каким-то карам. По сути, предлагают нам воспользоваться вот этой cancel culture, мету таким, вот давайте забаним этих людей, откажемся до вообще какого-либо судебного решения. Что само по себе уже является преступлением, в общем-то. Честно говоря, выглядит это все омерзительно и, главное, прискорбно. Конечно, отдельно отмечу, что когда в этом расследовании говорится про публикацию в Russia Today, почему-то этому факту, этот факт удостоен пяти секунд упоминания в расследовании. Мне кажется, что как расследователь, ну как бы надо объяснить. Ребята, объясните, как так случилось, что все эти данные были опубликованы в Russia Today раньше, чем они появились у вас, это ищу, это как бы тема для разговора, даже для политического расследования. Нет, просто, ну опубликованы и опубликованы, ну как-то так случилось, как-то так произошло. И, честно говоря, вот для меня вот призыв про Ходорковского и вот эти пять секунд про Russia Today нивелирует во многом ту работу, которую они сделали и, к сожалению, на мой взгляд, для многих людей, и в том числе на Западе, может нивелировать результаты тех работ, которые они сделали в прошлом. И это жутко прискорбно, потому что там было немало важных расследований, которые важно, чтобы люди знали и понимали, как это все происходит. Если можно, я хотел бы ответить. Это же между политикой и журналистикой есть то, что называется гражданское общество. Ну, например, в Израиле то, что нам ближе, у нас есть движение «За чистоту власти» вот с рыжим руководителем, всем известенным и упоминающимся вот именно как рыжий, да, потому что он всех раздражает. Или была такая организация ОМИЦ, которая давала звание «Рыцарь в борьбе с коррупцией», вот мне дала в 2009 году, да. Я не знал, что ты рыцарь, слушай. Да, ну вот можете называть меня НССР или как-нибудь другие три буквы. Вот, и они, собственно говоря, возбуждают процессы. Они публикуют информацию для того, чтобы заставить либо органы надзора, либо общество соотнестись с этой информацией. Это не журналистика. Это именно поставить в адженду, поставить на общественное обсуждение. Это первая вещь. Вторая вещь, то, что сказал Кристо Гроздев, очень правильно. Он сказал, что начиная с преступления Ходорковского, ставится ложная дикотомия. Или это правда, или это слив ФСБ. А это не обязательно. Это может быть и правда, и слив ФСБ. То есть, Ходорковский, то есть, Кристо Гроздев говорит, это стопроцентный слив ФСБ, который слили и сюда, и туда, и туда, и туда. Где опубликуют, там опубликуют. Но это правда. Окей. И, наконец, третья вещь, которая тут тоже очень важна. Я считаю, что Невзлин за финансирование медиа русскоязычной оппозиции, за финансирование газеты Гаррец, журнала «Либерал» на английском, на иврите, за финансирование сайта «Детали», одного из лучших израильских сайтов, музея диактора и так далее, заслуживает памятника. Но, это сказать, вот поскольку он помогает этому, то давайте не будем смотреть на это. Это очень циничная вещь. А вот именно это, в принципе, говорят, там, Портников, Катя Магульц, он за Украину, он хочет разделить Россию на части, поэтому неважно, заказывал он убийство, не заказывал убийство. Тем более, что не убийство там, это же не убийство. Да, можно я отвечу, да, секундочку. Значит, я не знаю, я жду решения суда, я доверяю литовскому суду, доверяю израильскому суду. Вопрос немножко в другом. Возможно, я допускаю, что там частично правда, частично... Так делается обычная провокация, это должен быть замес, потому что иначе это не работает. Но, во-первых, я не соглашусь с тем, что везде опубликовали. «Раштодей» — это не то СМИ, где опубликовали, где опубликуют. «Раштодей», если сказали, то опубликовали. Это как бы, это важный как раз признак, что они решили опубликовать «Раштодей». Это значит, что они в какой-то момент думали, что это нигде не пройдет. Соответственно, надо было как это вбросить в паблик. Что касательно, оправдывает ли это невзглядово, вообще ни разу не оправдывает. И я очень хочу, чтобы был судебный процесс. Проблема-то в другом. Проблема в том, что и наши израильские общественные организации до решения богатства Верховного суда и до решения суда никогда не будут говорить, что этот человек однозначно виновен. Они будут говорить, и в русском языке есть масса слов. Есть подозрение, что. Создается впечатление, что. Сложно отказаться от впечатления, как. То есть, знаете, здесь эфемизмов, поверьте мне, я вот умею просто писать длинные тексты, где будут сплошные, трудно отказаться от впечатления и так далее и тому подобное. То есть, это вопрос формулирован. Проблема данного... То, что называется на иврите «кастаки». Да. Кастах, кастах. Для перевода, для британских журналистов, защита для задниц. Абсолютно. Вот, когда люди позволяют себе делать выводы и, более того, выносить приговор, а вот призыв, условно говоря, не работая с Ходорковским и с Невзлиным, это приговор, тот самый приговор общественного порицания, который может, как бы, вынести люди... Нарушение при том, что невиновность и приговор без заключения суда. Абсолютно. И именно это нивелирует все это расследование. Мы все будем следить, так или иначе, за следствием. Я надеюсь, что будет судебный процесс. Я хочу, чтобы был судебный процесс. Похоже, что и Невзлин хочет, чтобы был судебный процесс. Ну, я надеюсь. Слушайте, в этом отношении ФБК тоже попало на ребят, у которых опыт судебных процессов в британских судах, в голландских судах. Где только вообще... Ну, то есть, я надеюсь, что ребята знали, на что они идут. Я, знаете, я не думаю, что они оценили, на что они идут, к сожалению. Шахида, одну секунду, я прошу прощения, к нам присоединяется Андрей Никулин. Просто мы его представим и продолжим разговор. Сейчас вот он... О, Андрей Никулин. Сейчас, минуточку. Машина не человек, ей подумать надо. Андрей, здравствуйте, добрый вечер. Да, к нам присоединился Андрей Никулин. Да, привет, Андрей. У нас тут много, Михаил Гуревич, Шахида Тулиганова, может, вы не знакомы, журналист, расследователь из Великобритании, Андрей Никулин, политолог, Москва. Андрей, я на полфразе прервал Шахиду, позволю ей, значит, продолжить. А мы в эфире? Да, мы разговариваем в эфире, да. Пожалуйста, Шахида, прошу прощения. Да, я просто хотела присоединиться к Мише и сказать, что, в принципе, вот когда я осмотрела все эти расследования, ну, последние два, мне казалось, что сами нашли, сами расследовали, сами уже осудили и приговор вынесли. Я думаю, что они очень сильно просчитались. Нельзя на Западе такие вещи вообще публиковать, понимая, что здесь очень сильные суды. Опять-таки говорю, что я где-то очень уверена, что Ходорковский, скорее всего, если пойдет суд, то упадет британский суд. И тут по-любому они проиграют, потому что это такая репутационная, урон репутации и лайбл и все остальное, что ты не отмоешься просто, ну, серьезно не отмоешься. И потом это было сделано все с такой истерией, да даже было неприятно. Ну, как бы, ну, так не работает. Ну, не знаю. То есть это непрофессионально, на ваш взгляд? Это крайне непрофессионально. Но, опять-таки, я уже про источники не говорю. Ребят, ну, серьезно. Ну, давайте, когда мы задаем... Причем они друг у друга, друг друга консультируют. То есть ФБК консультируется у инсайдера. Инсайдер там потом тоже расследует, потом они друг другу какие-то вопросы задают. Ребята, что за между собой? На вопрос, что было мотивом, я до сих пор, честно говоря, не поняла, какой мотив. Ну, может быть, потому что я не в этой, во всей теме, да, и я не совсем слежу, что происходит в российской, так называемой, оппозиции, или как там это называется. Вот. Я не слежу постоянно. Но мне хотелось узнать. Хорошо, если он заказал, если он заказал избиение Волкова, то на то должна быть какая-то серьезная мотивация. Ну, все-таки, ну, как-то что-то он должен был сделать. А потом все это вот по поводу зон, где был Навальный, тоже непонятно. Ну, ребята, источник кто? Источник ФСБ. Ну, серьезно, вот Михаил уже сказал, на Russia Today это было опубликовано. Это серьезный компромат. Ну, это реально компрометирует расследование, которое сделал ФБК «Инсайдер». Ну, я опять-таки не знаю. Если в моей практике работы на BBC все еще хорошие золотые времена, ну, такое бы вообще никуда не пошло, от слова совсем. Я просто отвечу, процитирую Певчик ее в издании «Медуза». Первый вопрос был, какой мотив. Она сказала, мотив искренняя ненависть господина Невзина ко мне, к Волкову, к Навальному и так далее. Как-то большую личную неприязнь испытывает. У меня вопрос к господину Гуревичу, потому что мы его должны отпустить. Да, Андрей, я прошу прощения, мы сейчас отпускаем Мишу и потом перейдем к тебе. Миш, как ты считаешь, какие это будет иметь последствия? Я сказал, что главное, на мой взгляд, ужасное последствие – это снижение доверия и к ФБК, и к Каспарову с Ходорковским, то есть, в смысле, ко второй части, потому что, вот, как бы, знаете, ложечки нашли, но осадочек остался. И для американских, и чиновников, и политиков, для европейцев. Это вот некий такой осадочек, который оппозиция, ну, в виде ФБК создала себе сама. Еще для спонсоров, ты забыл спонсоров, тоже важно. Ну, знаете, Ходорковскому вряд ли нужны спонсоры. Нет, я имею в виду сам ФБК тоже. Вот с ФБК, если они проиграют суд, то, да, появится много вопросов, но ФБК, насколько я понимаю, еще частично как-то на донаты и россиян, ну, те, которые заговорились. Нет, а кто их, кстати, кто их финансирует вообще? Самым спонсором был Зимин. До прошлого. До, вот, предателя, если я не ошибаюсь. До, вот, фильма. До фильма «Предателя», да. Да, да. Значит, соответственно, когда они работали в России, то, ну, было 20-30 тысяч россиян, которые легко были готовы давать по тысяче рублей в месяц. В итоге это получается сколько там? 30-20-30 миллионов рублей в месяц. Ну, мне кажется, достаточно для финансирования. и функционирования подобной структуры и для качественных расследований более чем. Сейчас, ну, я не знаю, я далек от ФБК, но я подозреваю, что, а, гранты, б, все-таки какие-то донаты, и, наверное, какие-то есть спонсоры, люди, которые верят в то, что ребята делают. И, в общем, последствия... То есть они сами себе в ногу выстрелили вот этим расследованием? Абсолютно. Абсолютно, потому что для многих фондов, если они проиграют суд, если будет суд по поводу клеветы, то для многих фондов это красная тряпка, ну, красная тряпка, а как бы это, в общем, не пройдет юридические службы. К сожалению, еще раз, я понимаю, что то, что происходит, это вот такое массовое, какое-то такое публичное, не знаю, раздевание, я не знаю, как это еще назвать. Плоскание грязного белья еще вот хорошее есть такое. И, видимо, и, видимо, с точки зрения, вот вопрос, Мария Певчих сказала, почему сделал Невлин, потому что искренняя ненависть, вопрос, а почему сделала это Мария Певчих и Леонид Волков, тоже искренняя ненависть. Кому? А это взаимно. Ну, вот, знаете, иногда взаимность, вообще взаимность это прекрасно, иногда взаимность это разрушительно, как вот в данном случае. Михаил, спасибо. Мы тогда отпускаем. Я напоминаю, что с нами был журналист Михаил Гуревич, автор телеграм-канала Коля Хадашот. Интересная и оригинальная информация. Смотрите, читайте, подписывайтесь. Спасибо, Михаил. Андрей, мы теперь перейдем, начнем мучить вас, как, так сказать, опоздавшего, с опоздавшего тост. То есть мы говорили о том, что вот что произошло, то есть какой смысл вообще всей этой истории. Как, на ваш взгляд, вот, глядя из Москвы, глядя из столицы, что произошло, и есть ли под этим какая-то, ну, какая-то доля правды или какая-то подоплека? Ну, глядя из столицы, я могу сказать, что не произошло, к сожалению, ничего. И это не первый, и, скорее всего, не последний конфликт, который в группе людей, которые называют себя российской оппозицией, мне кажется, к сожалению, я вообще никоим образом не радуюсь, не смакую, это остатки оппозиции, так скажем, эмигрировавшие люди, это было многожды за последние 10 лет, 12 лет, 15 лет. Если посмотреть, отстраненно, был конфликт у господина Невзлина, по крайней мере, с Волковым и с Певчим. Судя по ряду рассказов, вроде бы, не заинтересованных источников был, как минимум, там известные его выступления, грозные, достаточно гневные с обвинениями на саммите в Вильнюсе, в начале 23-го года, кажется, которое было, и ряд других заявлений, как минимум, не было дружеской атмосферы. С другой стороны, был конфликт у ФБК, даже не с Невзлиным, а с Ходорковским, которого они воспринимают, не как партнера потенциального по делу, которым отечественная позиция и должна бы, по идее, заниматься, то есть, создание своего какого-то проекта, идеи и противостояния тому, что здесь происходит, а скорее, как конкурента. Был конфликт с Ходорковским, и неоднократно они всеми силами, оставшимися там, бригадами, полками, дивизиями, обрушивались на него, доказывая, что он не такой, и что нужно оставаться с ФБК. Было это и было, и мы видим, что с одной стороны платформа есть, и мы видим, с другой стороны платформа есть, и мы видим, продолжая мысль, что ничего не понимаем на данный момент, могло ли быть так, как отображает Певчих, и как Ходорковский говорит, Невзлим сошел с ума, ну, чисто теоретически могло, могло бы быть, что кто-то на эту основу, уже, мягко говоря, недружественную, между двумя, а скорее тремя структурами, потому что, как понимаю, у Невзлина своя, ассоциированная как-то с Ходорковским какими-то делами, ну, третья, в принципе, организация, и вокруг него свой медийный. Если они передают друг другу медийные площадки, они сегодня назывались медианежные, завтра на медиа Ходорковского, то это все-таки, наверное, две руки. Возможно, а может быть и нет. А может быть, все же это два человека с близкими, в принципе, позициями, которые идут своими отдельными какими-то путями. В общем, мысль моя простая. Как могла, мог сойти с ума, мог. Могла быть какая-то платформа взаимной неприязни, которую отдельная сила, мы понимаем, где, которая находится, располагается, обогатила дополнительным компроматом. Могло быть такое. А могла быть какая-то игра, когда там, скажем, от имени господина Невзлина могли как часть реплик быть вброшены. Могла. А все могло быть. И то, что я вижу последние несколько дней у разных совершенно комментаторов и авторов блогеров, и у комментаторов обычных, в основном это общая мысль и ощущение это усталость. И самая частая фраза не как раньше, когда там один лагерь сразу бежал с топорами на другой и все активно бились и ругались. А скорее общая мысль такая, к сожалению, чума на оба ваших дома. И сейчас остается наблюдать, смотреть, но мы понимаем, что все варианты, это самое печальное, что все варианты могут быть возможны. Может ФБК сводить счеты под это дело? Может, конечно. И мы видим, как господина Ходорковского вплели, вплетают, хотя вроде бы он никак в этом скандале не замешан, но продолжается. То есть, да, проигрыш того, что называет себя оппозиция, очевиден в целом, потому что репутация бьется. Никакие судебные процессы, к сожалению, в обозримом будущем, если и начнутся, то не завершатся. Дай бог, еще расследование какое-то провести, если кто-то согласится. И на самом деле диспозиция останется такой, что два лагеря активно закидывают друг друга фекалиями, а в Кремле на это смотрят и радуются. А те люди, адекватные люди, простые люди, которые со стороны это созерцают, с еще большим ощущением, я нецензурное слово не хочу сейчас произносить, шока, так скажем, наблюдает за всем этим и понимает, что в принципе, пока они, эти самые люди, не займутся этим процессом, с этими ребятами, которые борются сейчас, никакой каши не сваришь. И в принципе, завершая мысль, возможно, это единственная положительная новость, что часть, существенная часть людей понимает, что никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой, и рано или поздно и тем, кто остался в России, и может быть, тем, кто уехал, новым свежим лицам придется заняться самостоятельно всеми процессами, ну просто потому, что мы видим качество материала, из которого сделаны те, кто пытается или называет себя вождями, лидерами протеста, еще, я не хочу еще раз никого обвинять, я просто говорю, что в очередной раз в итоге мы видим безобразную ситуацию, и мы не понимаем, честно говоря, кому верить, просто потому, что откровенно уже верить не хочется никому, как-то так. Вы знаете, я, наверное, не окажусь оригинальным, но у меня все это вызывает какие-то ассоциации с, знаете, вот с белой эмиграцией, вот русская эмиграция, там кто-то в Париже, кто-то еще где-то, и вот вся вот эта вот возня очень-очень напоминает вот все вот эти процессы. Нет, так тут, опять-таки, не надо быть оригинальным, всякая эмиграция ведет себя примерно одинаково. У Ильи Еринбурга есть очерк о ленинском кружке в Париже, Лоджумо и так далее, куда он попал, попал из Бутырки, из российской тюрьмы, ему там было лет 16, что-то в этом роде, и вот он оказывается там, и он говорит, он описывает это, приземистый, лысый человек за кружкой пива, вот он держит речь, и говорит термины костней капризов, легкомыслия, периодовцев, тоже дзавистов, соглашательства троцкистов, уральские мандаты, ЦК, ЦК, и так далее, и так далее, и любой, кто попал на это собрание не из Бутырок, а просто из Москвы, просто бы не понял, о чем идет речь. Но, говорит, когда вот это мы слушали, то самое интересное было, что этот ленинцы, сам Ленин, Каменев, Зиновьев и другие страстно ненавидели капризов, то есть луначарского сотоварища. Другие объединялись в общей ненависти детей, другие объединялись в общей ненависти к Троцкому, да, из-за вашего в Вене правду. И у Эренбурга там такая фраза, какое же вместительное сердце надо было иметь, чтобы ненавидеть еще царское самодержавие. Вот тут тоже ровно то же самое, какое вместительное сердце надо было иметь, чтобы кроме там, друг друга еще ненавидеть Путина и кровавую губню. Шахида, у меня вопрос к тебе. А скажи мне, пожалуйста, вот ты считаешь, что это не расследование, следователь на Западе не будет иметь вот такой эффект. А Миша Гуреевич говорит, что будет иметь эффект и будет переводиться. Это помешает русской эмиграции, русской политической оппозиции в эмиграции ну, я не знаю, встречаться с американскими сенаторами, европейскими политиками, британскими чиновниками и так далее. С британскими чиновниками я уверена, что это не помешает, потому что в Британии вот это вот, извините, даже не желтая пресса, оно вообще серьезно не воспринимается. Пока не будет нормального расследования и так далее, нормально вы имеете в виду уголовного со стороны полицейских для решения суда, конечно, никто это серьезно воспринимать не будет. С американцами я не знаю, потому что там у нас на самом деле все более прямолинейно, чем в Соединенных Штатах. Там есть различные лобби-группы, группы интересов и так далее. Поэтому за штат ничего сказать не могу. Но, честно говоря, любой нормальный политик вот это почитается вообще о чем? Это, понимаете, как, меня умиляют иногда российские оппозиционеры, когда они начинают кричать и думают, чем больше они кричат, тем люди будут воспринимать их серьезно и воспринимать то, что они говорят, за правду. Это не в первый раз происходит. Да, может быть, это в России так работало, но на Западе так не работает. И пора уже как бы принимать те семеты, с которыми, если ты хочешь, чтобы тебя услышали, то ты вот таким образом себя не ведешь. А то, что они вот этим своим поведением и скандалами портят себе репутацию, это факт. Это факт. Это останет, это останет послевкусие такое, да, об этом будут говорить. Но самое главное, уже посеяна тень сомнения на Невзли, на Ходорковск, где вообще приплили как-то непонятно за какие уши. Ну, так это бы была цель, судя по всему, чтобы посеять тень сомнения достаточно. Я не вижу, как это потеет тень сомнения среди западных политиков. Ну, в данном случае в Британии. Ну, я просто не вижу, как. Ну, это же не серьезно, все, что они написали. Ну, ребята, сколько бы там с пены у рта не кричали при всем моем уважении Роман Доброхотов, Мария Певчих и так далее, ну, там не стоит это расследование, ну, там не на что, ну, как-то, ну, То есть нету мяса, как у нас говорят. Мяса нету, мяса нет, честно, ну, нет мяса. А у меня такой вопрос, господа, ну, я задам его прежде Андрею, ну, Шахида захочет присоединиться, так сказать, к ответу. Есть люди, которые считают, ну, в частности, вот наш с Давидом коллега Александр Ронкин считает, что вообще ФБК изначально ФБК и он идет еще дальше, ФБК и сам Навальный это проект Габни. изначально, и поэтому все действия, вот, которые производят ФБК, это и фильм Певчих, вот, предыдущий, там и прочее, он рассматривает именно с этой точки зрения. Андрей, ваше мнение? Я думаю, самому Кремлю было бы приятно бросить эти тезисы, и я подозреваю, что ровно поэтому они во многом и появились. Слушайте, ну, есть один непреложный факт, это судьба Навального, так сказать, и как я в России, трагическая судьба, которая ставит крест на большей части этих версий. Насчет остальных героев, я не знаю, мне больше кажется это неким узким клубом, вождевским клубом, зачастую, отчасти даже сектантским. Просто я замечаю, что не первый далеко и не десятый скандал с участием ФБК, если в середине десятых годов битвы с Касьяновым, с кем там, с Рыжковым, с Лосбергом, Бесконечная война, с Яблоком, Собчак поддерживала большую часть комментаторов. Сейчас уже доставшаяся группа, она, мягко говоря, особенно после фильма о 90-х годах, не вызывает особых симпатий, конечно, есть сторонники, но их количество сильно сократилось. И, возможно, ровно из-за этого и вызвано жесткие, все более жесткие и, мягко говоря, агрессивные тексты и заявления, но я не скажу, что нет мяса, условно говоря, здесь. Нет, есть все-таки переписка, есть, мягко говоря, кейсы и вопросы, есть конфликтные ситуации, есть заявления, и это ставит огромное количество, безусловно, вопросов, на которые, кстати, господин Невзлин тоже мог бы ответить. Я не расследователь, но как минимум там переписка с его же телефона, есть она или нет. Ну, опять же, я не знаю, но я не буду говорить, кто агент, кто не агент, хотя бы потому, что это просто добавит дополнительно в нашу бестонервную среду на радость Кремлю и пропаганде. Я просто отмечу, что ПБК ведет себя, пытаясь представить себя как единственных и истинно верных верующих защитников святого пути прекрасной России будущего. А оппоненты также точно пытаются выступить, выставить себя такими же истинно верующими. Это является причиной внутривидовой борьбы. Внутри русской политической миграции есть две большие группы, две партии, которые вообще этот друг по отношению к другу говорят, а ты кто такой, давай до свидания. И должны вытолкнуть с площадки. Я пытаюсь закончить мысль, не две, а гораздо больше на самом деле, как и лидеров. И борьба в том числе, да, и за дома, и за подписчиков, и за популярность. Другой вопрос, что делить-то в итоге, что они делят и пытаются получить просто потому, что такой разрозненностью мы видим, что итогом ее становится только сокращение и дальнейшее ослабление. Тут речь идет не о том, кто будет следующим лидером в стране, а извините, не сократится ли все это до мышей, а скорее всего так и произойдет, к сожалению. И мы будем в итоге наблюдать остатки позиционного движения с одной стороны, что-то новое, другое, на других совсем основах уже зарождающиеся. Я не знаю, каким образом. Ну, просто в природе не бывает места. Возможно, это внутри страны будет. Возможно, после какого-то кризиса, какая-то коалиция сил, в том числе и тех, часть которых уехала. Но, еще раз говорю, те, кто присутствует сейчас, там накопилось со всех сторон столько гнева, ненависть и подозрения, что я не уверен, что они озонируют, мягко говоря, любой проект. Скорее, наоборот, эти дрязги, они просто будут воспроводиться, воспроизводиться. И не совсем аналоги с Ленином не нравятся, потому что к этому моменту все-таки у большевиков была как минимум революция 905 года, невыигрышная, но достаточно нашумевшая, и которая привела в итоге к появлению Конституции какой-никакой думы. И были парламентские фракции, и был тысячи, ну, десятки тысяч, немного, но были сторонники в России, причем сторонники организованные, все это проходили, в принципе, и свои органы прессы, и была самая главная возможность, умение, в случае необходимости вступать в коалиции. И даже со своими противниками находить общий язык. Потом, конечно, бросали, но тактически строительство коалиции Ленин тоже отстроил прекрасно. И мы видим результаты всего этого. У нас же, к сожалению, только это межевание. Еще раз говорю, единственное, чем бы это не закончилось, это еще большее разочарование, к сожалению, во всех участниках процесса. Ну, Ходорковский как-то пытается балансировать сейчас над схваткой. Карамурза, слава богу, он не в деле вообще по очевидным причинам, но все равно понятная ситуация. Все это очень печально. И общая мысль, что уже люди не хотят лезть во все это, читать это, знакомиться, но все равно продолжают вываливать информацию. и ФБК позиция, мне кажется, все-таки кто-то там искренне верит в оправданность этих обвинений. Другой вопрос, что да, под шумок они пытаются подстроить и свои политические аргументы и борьбу опять же с противниками, но скорее всего люди верят, что в итоге получается еще больше все друг друга ослабляют. И понимая это, продолжают все равно рвать друг друга. Ну, что сказать. Мы должны объединиться, чтобы потом решительно размежеваться, говорил Владимир Ильич. Шахида, ваше мнение? Наоборот, размежеваться, чтобы обиженеться. Если бы я была бы на месте того же самого Невгина, я бы сейчас ни в какие перепалки не вступала бы, потому что любое слово... Он так и делает именно. А он и правильно делает, потому что все-таки не первый раз замужем, как говорится, есть агенты по репутационным рискам и crisis managers и так далее, я уверена, что он уже и Ходорковский, он уже проконсультировался, потому что это нормальная стратегия, их везде призывают там что-то опубликовать и так далее, но если ФБК, опять-таки я хочу сказать, я не на чьей стороне, я не тех, не других, я просто рассуждаю как журналист. Но если такое, извините, выражение по-русски это наезд пошел, и если ФБК заявляет, что они уже подали все эти документы правоохранительные органы, то тогда, естественно, что должен сделать и тот, и другой, это пойти и передать все эти материалы, тоже скриншоты, там сигналы и так далее, правоохранительным органам, а не выставлять это все в Ютуб или в какую-то там другую Телеграм или что-то такое. Это серьезное дело, серьезное, очень серьезное обвинение, поэтому, естественно, я бы тоже не стала ничего там дальше публиковать и тем более не встревать ни в какие дальнейшие перепалки, потому что любое слово, которое сейчас та или иная сторона скажет, а уже сторона обвинения сказал все, что сказал, будет использован против тебя. И еще больше это подстегнет этот процесс ужасному, как Михаил сказал, срача, который сейчас происходит. Ну да, то есть подливать огонь, то есть любой ответ это плеснуть бензинчика в затухающий костер. Да. Давид? Я думаю, вот смотрите, в любой дискуссии последнего времени там заходишь, часто встает вопрос, вот жалко, что не было люстрации в начале 90-х годов, вот не было люстрации, вот в этом была главная ошибка. Но вот это и есть люстрации. Дело в том, что то, что делает ФБК и то, что они собираются делать и то, что они начали делать с нулевых еще, ну то есть появление Навального, это и есть люстрации. Люстрации никогда не проводятся тем поколением люстрируемых сами по поводу себя. В Германии вот люстрация, которая была после 45-го года, была, ну, навязанная чистой формальностью. А настоящая люстрация началась, когда подросло следующее поколение. И оно вот по отношению к проигравшим отцам устроило жесткую люстрацию. А, так вот, сегодня, то есть не сегодня, а где-то момента появления движения Навального, это движение люстрации. Но движение люстрации не по отношению к Путину, Симонян, Владимиру Соловьеву и всем остальным, потому что они-то как раз еще не проигравшие. Они пока, хотя бы внутри России, победители. А настоящие проигравшие это вот те, которые были за правилами 90-х и в начале нулевых. То есть тот же Костьянов, с которого начали Навальные и так далее, и так далее. Вот с ним, по отношению к ним проводится иллюстрация. По поводу, по отношению к ним проводится зачистка, потому что они подходят и говорят, они хотят сказать, что вот они, вот эта несменяемая оппозиция, с чего вдруг. Несменяемая власть, это плохо, но несменяемая оппозиция, это гораздо хуже. И поэтому их надо зачистить. Вот кому идет сегодня иллюстрация. И эта иллюстрация, она в том числе вызвана тем, что все, что называется русский мир, то есть мир, который функционирует на русском языке, это сужающаяся вселенная. К сожалению. Это ограниченные, постоянно уменьшающиеся ресурсы. И этим вызвано огромное количество вещей. Там, когда Иртенев пишет донос Надину Рубину, что ей не надо давать концертную площадку, а надо давать ему. Или когда Z-активисты пишут на других Z-активистов, что они недостаточно Z-овские. Это в принципе явление одного порядка. Это просто сужающийся мир, ограниченные ресурсы и борьба за эти ресурсы, которые происходят. И вот эту борьбу за ресурсы мы видим сейчас. Это борьба, которая началась когда-то с разоблачения псевдолибералов, то, что делал Навальный и так далее. Когда он опубликовал текст, кого он по-настоящему ненавидит, так это типа демократов 90-х, не Путина, а демократов. Давид, я прошу прощения, мы отпустим Шахиду, ей нужно срочно уехать. Большое спасибо, что приняли участие в нашей программе Шахида, военный корреспондент, журналист. Всего вам доброго, спасибо, что были с нами. Всегда было приятно с вами пообщаться снова. Пока. Давид, продолжай, пожалуйста. Я просто завершу мысль. Так вот, оно продолжается через фильм «Предатели», и вот этот нынешний выпуск против Ходоковской Нежины, это по большому счету продолжение фильма «Предатели». В чем нельзя отказать Навальнятам, движение Навального, они очень последовательны. Они ведут очень четкую позицию, очень четкую линию уничтожения того, что называлось либералами, демократами, а для них они псевдолибералы, псевдодемократы, а семейные 90-х годов, которых надо вычистить для того, чтобы занять их место. Сначала место расчистить. Андрей, а вот как вы считаете, не является, вот мы говорили уже, так сказать, что тем самым они, в общем-то, и себе навредили. Не является ли вообще вот это расследование, ну, скажем так, началом конца ФБК? То есть началом конца, причем и с финансовой точки зрения, прежде всего, поскольку говорили, вот и Шахида говорил, что очень многие и жертвователи, и фонды, которые им помогают, и помогали, они сейчас, конечно, окажутся в сложной ситуации. Александр, вот, во-первых, я бы избегал оскорбительных обзываний, таких как «Навальнято» или там в адрес другой страны противоположной. Согласен. Мы не понимаем на самом деле сейчас, кто виноват, кто запевал, а кто, вполне возможно, искренне ошибается обманутый. Во-вторых, вы знаете, сама вот эта вот ситуация, когда, с одной стороны, это моя и ваша, во многом и для иммигрантов тоже своя, собственно, страна Россия находится в жесточайшем кризисе, который, мягко говоря, еще не вошел даже в полную силу, а где-то там пока еще начало только, несмотря на то, что сколько уже диких и ужасных событий произошло. И, а мы, в свою очередь, там, те, кто называются представителями оппозиции, или аналитиками, или оппозиционными блогерами, или движением ФБК, или там его оппонента, соответственно, Кадарковский-Незлим, в это же время, когда страна в кризисе, занимаемся обсуждением вот всего этого, и подобные ситуации создаются, но это само по себе просто исчерпывающе и наглядно демонстрирует вот этот уровень, до которого мы дошли, из которого, я надеюсь, мы все-таки поднимемся, в том числе, да, и путем некоего самоочищения, потому что в какой-то момент наступает понимание, что вот с этим, с этим, с этим невозможно сварить никакой каши, ну, просто потому, что не получается, и кто-то другой, да, приходит, и будут такие люди. насчет кризиса движения ФПК, у них есть своя база, четкая база с количеством, которая сокращается, конечно, но остается, они бьются за нее, они считают, что наоборот, скорее всего, они воспользуются каким-то шансом, остальные распишутся в полном своем невежестве, ничтожестве, и тогда, и что тогда, непонятно, я пытаюсь просто объяснить, сколько уже лет, сколько раз, если вдруг чудом возникнет ситуация, когда эта прекрасная Россия будущего станет реальностью, или шанс на нее появится, то там будет такое адовое количество работы. Как грязня, да? Что нет, там места хватит как минимум для, не то, что для всех, кто есть, и еще понадобится множество людей, но все равно продолжается эта грязня непонятно за что. Ну, просто это символ, симптом, диагноз. Не очаровываться, смотреть, я лично это пропускаю мимо своего сознания, и я не уверен, что в ближайший год-два мы узнаем, кто прав, кто виноват, если, конечно, не всплывут какие-то инсайды там вот, так скажем, компетентных органов других стран. В данном случае я больше все-таки Кристо Грузиеву там доверяю как относительно опытному расследователю и тексту инсайдера, после которых от мысли, что это вообще за хрень непонятная, все-таки у меня появились вопросы, все-таки что-то в этом есть, если люди, которых вроде бы на лжи не хватали, пишут и говорят, что может быть что-то, и это остается моей позиции, может быть что-то, и я не буду никого обвинять, а Гулина сейчас не буду никого клеймить, пока единственное, что я могу констатировать, да, какая-то основание и общая неприязнь была, да, это могли исказить и фальсифицировать, а может быть из этого могло вырасти и худшее нечто, в чем и обвиняют, я не знаю, пока факт, что да, неприязнь была, и факт в том, что да, ФБК попытались параллельно заодно, там, как в анекдоте, и под помидорчики свести счеты, параллельно с Ходорковским, который на самом деле в стране пока абсолютно видится. Это все. Андрей, ну вот, если опять-таки возвращаться к Христо Грозеву, который сказал, что это стопроцентный слив ФСБ, и то, что ФБК повелись на этот слив, заглотнули наживку и начали это раскручивать, значит, они в данном случае выступили как бы в роли... Сам Христо повелся, он дал последний высказку, да, но это правда. То есть, извините, пожалуйста, вот этот вот аргумент, он очень слабый, для того, что ты постоянно повторяешься. Это очень слабый. Какой аргумент? Аргумент, кому это выгодно. Арест одного наркоторговца всегда выгоден другому наркоторговцу. Но от этого не обозначает, что наркоторговцев не надо арестовывать. То есть, Невзи может быть не виноват. Сто процентно может быть так. Но, исходить из того, что если это выгодно этот ФСБ, то это, значит, не надо делать это совершенно неправильно. Опять-таки, кроме всего прочего, я могу вам объяснить, почему это выгодно, допустим, Украине. Почему? Потому что одна из причин, о которой сегодня говорит ФБК и будет говорить дальше, заключается в том, что деньги, так называемые российские, удерживаемые, арестованные деньги, их, кроме Украины, которые требуют их себе, их требует себе Леонид Невзин. И вопрос, кому они будут даны первыми, это будет... То есть, Леонид Невзин требует себе в рамках иска Юкоса, или это возмещение Украины. И, как говорит ФБК, послали к жене Миронова именно потому, что эту тему первым поднял экономист Миронов. То есть, тут нельзя сказать, вот это выгодно этим или это выгодно этим. Вопрос, это правда или нет, это первый вопрос, а не вопрос... Но это только суд может сказать. Потому что это выгодно. Андрей. Вопрос, действительно, правда это или нет, и если даже есть слив, то нужно рассматривать этот слив на, есть ли там реальная информация или нет. Это главный вопрос. Насчет выгодных, выгодавших или проигравших, проиграли, все уже проиграют еще больше на самом деле. Это как в боевиках там два персонажа падают с вертолета или с самолета и в воздухе продолжают драться. Хотя разобьются там через полминуты все равно. Третье. Да, возможно будет какое-то или возможно уже ведется расследование. Скажем, в Литве вроде бы. Окей, хорошо, давайте оценим объективно возможности и мощности расследовательских органов Литвы, маленькой восточноевропейской страны, у которых зачастую еще и нет желания никакого участвовать в сведении счета между российской оппозицией, которая по большому счету для них не сильно отличается от власти. И потом, как это расследование пойдет, и сколько оно будет идти, и потом, как пойдут суды, и сколько эти суды будут идти, это годы. И все эти годы это клеймо останется, условно говоря, на обеих сторонах. И вот вы спрашивали, как будут встречаться с западными чиновниками там или еще с кем-то. Ну вот так и будет одна сторона, будет другой раз, про другую рассказывать и будут выбивать друг из подруга табуреточки. И это добавит российской оппозиции еще больше в кавычках эффективности. Ну и делешь денег, там речь идет о том, насколько понимаешь, что да, есть в целом загран зарубежные активы России, как в целом общий какой-то фонд, и за них конкурирует одновременно Невзлин и Украина. Ну, Невзлин так и будет за них конкурировать, там параллельно абсолютно идущие судебные процессы, уже десятилетия идут они. И кто быстрее там переезжает, тот и получает там разные лоты, разные объемы активов, соответственно. И да, возможно, это там одна из причин там неприязней к ФБК, потому что они атаковали, ну, они всех атакуют, Невзлин там повел какую-то как минимум информационную ответную кампанию. В целом, еще раз, это не дает и не красит никого, и в целом, ровно вот как я в шоке, читая все это, с мыслью периодически чума на оба ваших дома. Даже если кто-то из них и прав, условно говоря, скажем ФБК, все равно, как они это подают, это отдельный разговор, и читают все остальные, еще раз, они подрывают сами, ну, Ходорковский, окей, молчит, ладно, хорошо, но все равно это все в целом подрывает вот эту вот основу и зарождает мысль, что пора, наверное, что-то нам, людям, жителям России, в интересах которых вообще-то, чтобы страна нормально управлялась нормальными людьми, как-то думать и задумываться, как вообще жить дальше. У нас с одной стороны черт знает что, и вот этот вот с другой стороны. И есть хорошие, прекрасные люди там. Я знаю и сторонников ФБК таких, и которые работают, так скажем, с другими сторонами, тоже лично знаю. Они все хорошие, прекрасные, честные люди, но все равно, когда всякий раз, вся из всех взаимоотношений, взаимодействий, гребаный цирк получается, вот вы против власти, окей выступаете, власть разная, тоже абсолютно. Их даже хорошие есть, и даже честные есть. Но в целом, все вот эти вот группы, которые ненавидят внутри власти друг друга, они объединены одной общей идеей сохранить власть, сохранить активы, и править как можно дольше. И как бы разные кланы не конкурировали внутри, и ненавидели друг друга, всякий раз, когда они встречаются с внешним раздражителем, они выступают единым форматом, несмотря на всю эту ненависть. Вот по идее оппозиционные группы должны как-то, как минимум тактически, по-ленински, быть объединены другой, общей идеей, решить этот вопрос, конкурировать, получить хотя бы, сбить, ну вы видите, что происходит. Ну, получается, вот этот вот, ленингрет, прозаседавшийся. Да, да. Последняя фраза, если можно, я хочу сказать, что вот сегодня мне один американский, так сказать, этот товарищ, который заказывает всякие вещи, он мне сказал такое, но смотри, до сегодняшнего дня, когда встречались, условно, с представителями Невзина, ну, с представителями Ходорковского, с самим Ходорковским, и с представителями Навального, у нас была такая ситуация, Ходорковский, это узник совести, который столько-то лет провел в тюрьме. Это была вот такая, ну, видимо, Навальный, это узник совести, который убил, Путин убил в российской тюрьме. А сегодня, говорит, будет совершенно другое. Ходорковский, а это та структура, которая ворует людей и хочет передать ФСБ, и пересылает их как посылки, в Россию. А если это ФБК? Ага. Это что? Это те самые, которые, вот, у которых руководителя, скорее всего, убила своя же оппозиция, потому что в этом фильме, который они выпустили, у них там есть жирный намек о том, что Ходорковский отслеживал, то есть Невзин отслеживал, где находится Навальный, и вполне возможно... это какая-то абсурдная вообще ситуация. То есть, вообще, это русская оппозиция, она сама друг друга ворует, сама друг друга избивает, сама друг друга преследует, сама друг друга убивает даже в тюрьмах. С чувствами встречаться. То есть, вот, когда есть была байка о том, что в оккупированном Париже на воротах гестапо висела надпись «Доносы русских друг на друга не принимаются». Да? Это байка, конечно. Это про Одессу рассказка, по-моему. Да? Да, про Одессу и про румынскую охранку там. Ну, окей, это байка, но, вообще-то, это вещь, которая действительно очень сильно ослабляет всю оппозицию, а не только Невзина или не только Ходорковская и так далее. Фактически каких-либо новых съездов, фестивалей на агентов, каких-то общих совещаний больше не будет. Правильно, что не будет. Возможно. А чего оппозиция, давайте откровенно, добилась за последние два с половиной года? Как-то удалось хотя бы по мотивам белорусской оппозиции и Тихановской соорганизоваться в какую-то... Там тоже есть конкуренция, но все-таки не настолько нарочито в какую-то структуру. Как-то удалось соорганизовать четкие структуры вот этого миллиона человек, которые за последнее время, хотя бы части где-то расположены в Европе. Как-то удалось в единые органы информации. Речь даже не в единых органах информации, ну просто напрашивается идея какой-то консолидированной политики. Нет ничего этого. И когда кто-то говорит русская оппозиция, ну есть люди, которые по ряду причин не согласны с режимом, зачастую моральных причин. Все-таки давайте говорить откровенно, многие из них отказались, могли бы жить гораздо лучше здесь, сотрудничая системой. Уехали, ушли. Но, опять же, по ряду причин я даже... У меня есть некоторые мысли, соображения на этот счет. Вполне возможно, существует по опыту белой эмиграции, о которой вы говорили, достаточно серьезное количество провокаторов внутри структуры, которые, как тогда же, по методу тех же самых советских спецслужб, стравливали разные оппозиционные группы, не давая им объединиться. Так и здесь. Я не удивлюсь, если это так. Но тут другой вопрос, только что, как они все ведутся постоянно, регулярно. На все это, потому что можно не участвовать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, господа. Андрей Никулин, политолог, Москва, Давид Эдельман, историк, политтехнолог. И с нами были и покинули нас несколько раньше. Это журналист и военный корреспондент Шахида Якуб Толюганова из Лондона и журналист Михаил Гуревич, автор телеграм-канала Коля Хадашот, Израиль. Спасибо, господа, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Наша программа подошла к концу. Да, и подписывайтесь на канал Андрея Никулина. Там интересная и оригинальная информация. Ну, теперь вроде я все сказал. Всего вам доброго. До свидания. Хмурое утро. Хмурое утро. Врачи прилетели, да? Хмурое утро. Вот прекрасное название канала. Мне очень нравится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.